Вы когда-нибудь задумывались, что лучше всего позаботиться о высшем образовании задолго до поступления в ВУЗ? Конечно, когда уже настает время ходить на пары. Если не везет при сдаче национального тестирования, приходится ломать голову над поиском наличности, которая так необходима для получения заветной корочки. И как же велико раскаяние родителей, которые не предусмотрели столь важный момент заранее? Альтернатива – образовательный депозит. Это своего рода современная гарантия на диплом. Здравствуйте, меня зовут Лаура Кунекова. Сегодня узнаем, как собрать деньги на обучение своих детей. Образование – это одна из главных и крупных статей расходов каждого гражданина страны. Сегодня стоимость обучения в высших учебных заведениях варьируется от 500 тысяч до нескольких миллионов тенге. И с каждым годом эта цифра растет. Кроме этого, есть затраты на проживание и питание студента. Ну и, конечно же, развлечения молодых людей, которые тоже с каждым годом дешевле не становятся. В Казахстане порядка 70% обучающихся получают знания на платной основе. Средний заработок взрослых казахстанцев – примерно от 60 до 70 тысяч тенге. В результате едва ли не больше половины заработной платы родителей уходит на содержание студента. А это весьма накладно. Лучшей альтернативой этому сегодня выступает новый финансовый инструмент, который поддерживается государством. С 2013 года у нас в государстве запущен социальный такой мощный проект в образовательной сфере. Это государственная образовательная накопительная система. Инициатором данного проекта является глава государства, который в 2011 году в послании озвучил, что каждый казахстанец должен иметь возможность накапливать средства на обучение с начислением бонусов от государства. Суть данного механизма заключается в том, что предоставляется дополнительная возможность получения платного образования. То есть есть возможность заранее родителям задуматься о судьбе своего ребенка, тем самым дать возможность ему получить образование и стать, скажем так, полноценным гражданином страны и работать на благо государства. Главная особенность этой социальной программы в том, что кроме банковского вознаграждения, депозит каждого вкладчика пополняет и государство. В дополнение к 10% банка на счет начисляется государственная премия в размере от 5 до 7% годовых. Это и есть главный стимул для того, чтобы население планомерно и терпеливо накапливало на будущее своих детей. Ведь гарантию на диплом дает стабильное финансовое учреждение страны. Данные накопления не застрахованы казахстанским фондом гарантирования депозитов до 10 миллионов тенге. Ну, как вы понимаете, что 10 миллионов тенге – это вполне достаточная сумма, чтобы получить хорошее, достойное образование, качественное образование в Казахстане. При открытии образовательного депозита никаких возрастных ограничений нет. Завести его можно с самого рождения сына или дочери. Договор составляется в банках второго уровня. На его заключение вам понадобится всего несколько минут. Для открытия депозита нужны минимальные документы. Это свидетельство о рождении, удостоверение личности. И, пожалуйста, на всей территории Республики Казахстан, где есть отделение Народного банка, вы можете открыть данный депозит. Мы с января 2014 года этот продукт ввели и достаточно хорошо пользуются. Один депозит на одного вкладчика, на одного вкладчика открывается только один договор. Его открывают родители или законные представители ребёнка. До достижения 14 лет вкладом распоряжается законный представитель или родители. По достижении 14 лет вкладом может распоряжаться сам вкладчик. Делала по математике, да? Чего и ну раздавали сегодня? Болжан Альбиева вместе с мужем впервые открыл образовательный депозит 3 года назад, когда в их семье родился третий ребёнок. Супруги составили сразу три банковских договора на двух дочерей и сына. Теперь они ежемесячно стараются вкладывать деньги. Пополняем больше старшей дочери, 9 лет которой. Ну, как бы возраст у неё уже постарше, она в 4 классе. И пополняем больше, больше упор кладём на старшую. Младшим уже по возможности. Когда вот выпадают там премии, дополнительные когда доходы, мы тогда уже пополняем и для младших. По словам Болжан, депозит в банке открыли быстро и без проблем. Я сама ходила в банк, свидетельство о рождении и своё удостоверение, всех троих. Сотрудница оставила, говорит, ну, чтобы ваше время не занимать, вы можете оставить, я договора всё составлю и позвоню вам. Я уехала, ну, своими делами занималась, а она потом через некоторое время позвонила, сказала, что договора готовы, можете приехать. Всё, я поехала, подписала, деньги внесла, депозит открыли и всё. Там не оговаривается, чтобы определённую сумму, там мы закидываем по возможности. Допустим, вообще открытие депозита у нас на тот момент стоило где-то 5-600 на одного ребёнка открытие. А уже ежемесячно или ежеквартально, ну, по 5-10. Девятилетняя Нурай, шестилетняя Айнур и трёхлетний Бахтуре уже мечтают о будущих профессиях, но определиться пока не могут. Однако самое главное, что родители уже позаботились об их будущем. Они же маленькие, у них то они хотят быть артистами, то поварами, у них много желаний и всякие мечты. Они пока как бы ещё не определились, но мне кажется, независимо от того, какую они специальность выберут, главное же, чтобы был первоначальный капитал у них для того, чтобы осуществить мечту. Я думаю, что каждый родитель всегда задумывается о том, что ребёнка будущем. Нужно копить ребёнку, нужно выстраивать ему фундамент, нужно с малых лет его приучать к тому, что он должен вырасти хорошим человеком, у него должно быть хорошее будущее, у него должно быть образование. И, естественно, для этого нужно помогать ему копить. За три года примеру Альбиевых последовали порядка 14 тысяч семей страны. На образовательных счетах населения в данное время находится около 6 миллиардов тенге. Не менее важно отметить, что премия государства, она привязана к уровню инфляции. То есть в законе есть чёткая норма, согласно которому при изменении уровня инфляции меняется также и размер государственных премий. Это очень важно. К нам часто выступают запросы и спрашивают, а как быть, если уровень инфляции повысится или понизится. В настоящее время 5,7% это тот официальный уровень инфляции, который существует у нас в Казахстане. В этой связи смело можно сказать, что те накопления, которые осуществляют граждане для получения образования, они в принципе застрахованы от инфляции, застрахованы государством. Все накопления остаются на счете до тех пор, пока школьник не станет студентом профессионально-технического или высшего учебного заведения. В момент поступления деньги автоматически переводятся на счет колледжа или вуза. И поступают они туда частями, по мере необходимости. В случае, если выпускник получает государственный грант на обучение, деньги возвращаются вкладчику. Также по его желанию можно досрочно закрыть депозит и вернуть свои вклады. Эти деньги являются частной собственностью гражданина, но однако до поступления учебного заведения они имеют право снять эти деньги, забрать из банка, снять наличными. Однако здесь смысл заключается в том, что государство его поощряет и поощряло для того, чтобы он получил образование профессионально-техническое или высшее. В данном случае цель не достигнута, правильно? В этой связи государство при снятии этих денег, она обратно забирает в бюджет ту государственную премию, которая начислялась за время накопления. В случае закрытия без достижения цели этот депозит переходит в разряд обычных депозитов, как в банке. То есть здесь нормальная обычная процедура закрытия, но без получения государственной премии. Новый образовательный депозит – это копилка для будущего и долгосрочный гарант того, что ваши дети завтра не останутся в стороне и получат достойную профессию. А у вас не будет лишнего повода беспокоиться об их будущем. Как гласит народная мудрость, деньги как вода, уходят не знаю куда. Лучше всего этот ручеек направить в правильное русло и превратить его в денежный поток, который даст возможность подрастающему поколению получить океан знаний. Ведь достойное образование – лучшее вложение в будущее ваших детей. С вами была Лаура Кунекова. Все самое актуальное подробно в деталях. Субтитры создавал DimaTorzok